У нас традиционно люди выбирают в это время года яркие цвета. Это может быть связано с тем, что зима была, все серое, все гадкое. Так, вот попало. Например, первые две коллекции. Я тут что-то еще не зацепила. Первые две коллекции наших тинтов цветных. Посмотрите, очень яркие, очень красивые оттенки. Причем их можно использовать как в гордом одиночестве, так и сочетать между собой. Дальше. Очень яркие, очень красивые цвета. С разными эффектами, как уже Наташа говорила. Даже вот на моей руке. Два варианта. Так, приехал. Два варианта. То есть у меня один, одна цветная база с эффектами, вторая цветная база ровная, без каких-либо вкраплений. Лимитированная коллекция. То есть те гель-лаки, которые у нас однослойники. Посмотрите, какие цвета. Особенно обращу ваше внимание на неоновую коллекцию. Неоновая коллекция. Девчонки. Вот таких ярких и плотных неоновых гель-лаков, даю гарантию, вы не видели ни у одного производителя. Потому что все эти оттенки, они действительно ложатся в один слой. Вот единственное, что вот эти два, желтый и салатовый, их все-таки рекомендую класть в два слоя. Почему? Потому что если положите в один и чуть-чуть его сделаете толще, он может не просохнуть. Это с пигментом связано, с желтым и зеленым. Они, в принципе, противные. Все остальные восемь оттенков спокойно ложатся в один слой. А смотрятся они просто, ну, застрелится. У большинства производителей, просто хочу отметить, у них неоновые гель-лаки почему-то всегда получаются такие какие-то. Либо полупрозрачные, либо они становятся, как после лампы, после полимеризации, более бледненькими. Не знаю почему. Вот это не наш вариант. Это прям весна-лето, самое то, что надо. И вот такая вот коллекция зефирки называется. Смотрите, какие они все вкусные. За зиму все забыли уже, что они есть. Вот, поэтому тем, кто забыл, я сейчас как раз про них напоминаю. А самое классное во всем этом, вот во всех этих материалах, которые я вам показываю, я же их не просто так показываю. Я сейчас покажу, как с ними можно очень-очень быстренько и клиента довольного отправить домой с дизайном, ну и себе дополнительных денежек немножко за дизайн заработать, потому что, ну, мы же дизайн в подарок не делаем, мы его все равно так или иначе, ну, как-то мы за него деньги-то какие-то должны заработать, поэтому в подарок мы ничего не делаем. У меня сегодня помощник... Что? Я бы уже не хотела, но не хотела дизайна. Ну, кто хочет экономить, то уходит без дизайна. У меня сегодня в качестве помощника опять Василиса. Кто с ней не знаком, знакомьтесь, пожалуйста. Василиса. Да, да. У меня еще есть Анфиса. Но Анфиса дома осталась. Итак, у нас есть Василиса, на которой я сейчас покажу, как мы очень-очень быстренько с использованием наших вот этих вот прекрасных баз, системы Makeup for Nails, можем сделать сразу одновременно и укрепление, и дизайн. Так, я взяла, не поверите, просто вот из серии, что первое схватило. А первое, я схватила набор под названием, сейчас, вот он называется, Summer Set, летний. Как раз лето впереди, поэтому, вот, наверное, актуально будет. Все коллекции у нас создаются так, чтобы оттенки между собой спокойно сочетались, поэтому я даже не заморачиваюсь, я взяла все три, которые входят в эту коллекцию, и сейчас их все три и использую. Для этого, ну, под цветные базы подложка у нас не обязательно, то есть они и сами по себе носятся хорошо, но на всякий случай мы всегда используем все равно прозрачную подложку, например, базой Fiber, для того, чтобы легко можно было снять вот эту цветную базу и положить сверху какую-то другую. Только для этого, то есть никаких вариантов, что вот мы положим цветную базу, она быстро отслоится, это вот не про наши базы, наши будут стоять насмерть. Я сейчас вот, предположим, что я сейчас подготовила ноготь так, как Наташа показывала, то есть пилочкой, обезжиривателем, дегидратором, праймером подготовила, и наношу базу Fiber. В принципе, можно выбрать в качестве подложки любую базу из нашей линейки, и баз, да, я вроде правильно все сказала, по-русски, по крайней мере, потому что баз у нас много, но все эти базы, во-первых, они у нас бескислотные, абсолютно все, во-вторых, они все очень хорошо стоят на натуральных ногтях, поэтому, ну, не принципиально, какую из них выбрать, можно брать любую. Мы берем базу Fiber только потому, что она вот под рукой, и на 30 секунд отправляю ее в лампу. Помимо базы Fiber, еще одна моя любимица, это база Build Cotton. В принципе, я даже не знаю, какая из них мне нравится больше, потому что, ну, они обе очень комфортные в работе, единственное, что, наверное, Fiber подойдет тем, кто медленно работает, потому что она за счет добавления в нее армирующих частиц чуть более густая, что ли, получается, по консистенции, чуть-чуть медленнее она растекается, вот. Build Cotton она это делает быстрее, то есть для тех, кто любит побыстрее, я бы тогда выбрала Build Cotton, для тех, кто любит повозиться, я бы взяла Fiber. Стоят на ногтях и та, и другая база насмерть, как говорится, как прибили, так и держатся. Здесь самое главное, чтобы не переборщить с праймером. Вот Наташа показывала же, да, показывала под камерой, что праймер нужно наносить всегда очень-очень тонким слоем. Если мы его нанесем чуть толще, чем нужно, ну, то есть более толстым, то это спровоцирует отслойки. Вот. Так, возвращаемся, у нас база высохла, поэтому мы берем три оттенка цветных баз. Три оттенка могут быть абсолютно любыми, их даже не обязательно брать из одной коллекции. Все оттенки между собой этих баз очень хорошо сочетаются и очень хорошо между собой смешиваются, наверное, как-то так вот сказать. Итак, я взяла три оттенка и начинаю их хаотично прямо кисточками из баночек наносить на ноготь, толстенькими такими пятнышками. Стараюсь не доходить до кутикулы и до боковых валиков, то есть туда я их потом эти базы, ну, просто подтолкну, может быть, подпихну, докрашу, то есть вот так вот. Сейчас мне не нужно, чтобы они у меня куда-то утекали. Как ли, ну, ногтевую пластину ставлю, ну, просто вот, как-нибудь это называется. Техника как-нибудь. Никакую подложку, кстати, я сейчас, как направляющий слой, никакой я не промазывала. То есть капли я ставлю вот эти вот на просушенную базу файбер. Все, больше ничего я не наносила. Теперь смотрите, капли начинают немножечко растекаться. Излишки я сниму, вот так стяну к свободному краю. Это я что-то тут немножко переборщила, наверное. И переворачиваю пальчик вниз. Сейчас я его выну с подставки. Ить, ить. Переворачиваю пальчик вниз. Немножко даю этим базам просто распределиться. То есть я их даже не подталкиваю, никуда не подпихиваю. Мне сейчас снизу видно, что вроде как я, может быть, и переборщила с количеством материала. Но, опять же, это не страшно. Я все, что было лишнее, все сниму. Так, где? Вы мне говорите, если я из кадра убегаю, ладно? Немножко поправляю. Возьму старую Наташину палочку, уберу вот весь вот излишки затекший в пазуху базы. Еще разочек переверну. И попробую сформировать апекс в нужном мне месте. Ну, он, в принципе, в нужном. Все, подправила. И убираю вот эту вот световую феерию сушиться в лампу. Цветные базы на ногтях у клиентов я обычно... Ой. Я обычно стараюсь просушивать 60 секунд, потому что продукт пигментированный. Наташа, потом ее развернуть, чтобы она не верещала. Вот, не видишь? Так она вываливается сзади. Итак, почему базу сушу по 60 секунд? Потому что продукт пигментированный. И есть всегда вероятность, если у нас лампа не родная, она профессионала, какая-нибудь лампа, например, другого бренда, да еще и пожившая уже, то есть мощность уже чуть-чуть подупала, может не просушить. На всякий случай уже пускай посохнет, чтобы уже гарантированно высохла. На типсах, ладно, на типсах там не страшно, если мы какие-то демонстрационные делаем варианты для клиентов, чтобы им показывать. Вот, на самом клиенте лучше сушить минутку. И раз уж я коснулась темы типсов демонстрационных, лучший способ продать клиенту дизайн – это сделать перед ним демонстрационные типсы с дизайнами, вот, примерно вот так. И чтобы вот эта палитра висела у клиента перед носом, то есть она села, пока вы ей делаете маникюр, ей делать нечего, она глазами водит по сторонам, видит палитру. Естественно, ну, как у нас, по-моему, ни одной клиентки нет, которая бы не протянула руку и не, ну, хотя бы не посмотрела, что это. И уже, когда она взяла эту палитру в руки и начала ее листать, вот это вот как раз тот вариант, когда вы имеете возможность продать ей дизайн. Так, палец у нас немножко перекривился в лампе и утек. Опять же, не страшно. Сейчас покажу. То есть он у меня в лампе лежал немножко на бок, и поэтому материал стек. Как говорила, опять же, Наташа, и я не буду с ней спорить, эти базы очень хорошо пилятся. Просто прекрасно пилятся, поэтому, если случилась такая неприятность, то, что стекло можно спилить. И по большому счету, можно оставить прямо так, как есть. Я сейчас достану старую пилочку, потому что новую пилочку мне, естественно, как вы понимаете, я просто вот эти вот излишки, которые стекли на бок, я их спиливаю. После этого я могу клиента отпустить прямо так, ну то есть вот такими вот цветными ногтями. А могу, в принципе, предложить клиенту сделать, например, что-нибудь сверху. Слайдер, наклеечку, что-то вот такое вот из серии быстренькое, паутиночку кинуть, линию. В общем-то, времени на это ушло практически ничего. Даже быстрее, чем если бы я делала выравнивание покрытия. А здесь у меня клиент ушел сразу с дизайном, счастливый и довольный. Сейчас даже можно как раз сюда какую-нибудь наклеечку и приклеить. Раз уж липкий слой сняли. Почему я сейчас про липкий слой сказала? Потому что когда мы клеим наклейки, любые причем, с наклейками всегда проблема, что их не надо клеить на липкий слой, липкий слой надо убрать. А вот когда мы работаем со слайдерами, слайдеры лучше как раз класть на липкий слой, либо на бескислотный праймер. Вот. Поскольку здесь липкий слой я сняла из-за того, что у нас здесь был затек, вот мы сюда сейчас наклеечку и наклеим. Я даже вот прям первую попавшуюся, наверное, сейчас схвачу и наклею. Сразу вот как-то поинтереснее стал вариант с какой-то небольшой надписью. И все, после этого мы можем ноготь перекрыть, например, глянцевым топом, матовым топом, топом с эффектами. То есть, в принципе, вариантов масса. И, ну, в общем-то, давайте тогда матовым топом и перекроем. Матовый мы сегодня еще не видели. У нас есть очень классный топ, Вильвитекс называется. Сейчас камеру покажу. Вот он есть. Во-первых, у него очень интересный такой вот бархатный эффект после него получается. А, во-вторых, его неоспоримое преимущество это тот матовый топ, который практически не пачкается. То есть, я его сама лично на себе проверяла. У меня была белая база, перекрытая матовым топом. Если мне вдруг казалось, что как-то она немножко цвет свой видоизменила, я просто протирала ногти обезжиривателем, и они снова становились абсолютно белыми и абсолютно бархатистыми. Время просушки любого топа 60 секунд, в том числе и матового. В общем, проверенный временем продукт очень классный. Второй матовый топ, который есть в нашей линейке, называется мат протекшн. Он у нас все-таки больше сатиновый эффект имеет. То есть, не такой он бархатный. И мы его все-таки чаще используем для дизайна в технике растекашки. Вот, растекашку сегодня показывать не буду. Я к ней не готовилась. Но вообще, тоже очень такой классный вариант быстрого дизайна салонного, который можно сделать буквально в течение одной минуты. Смотреться это будет очень интересно. И, ну, когда-то клиенты прям вот кидались на эти растекашки. Потом, ну, видимо, тоже как-то... У нас мастеров своя мода на дизайн, у клиентов своя мода на дизайн. Но, наверное, они не всегда пересекаются. Поэтому вот в последние годы как-то на дизайн техники растекающихся, вот этих вот линий, ну, как-то не находятся охотников. Итак, смотрите, вот матовый топ. Потом можно подойти, пощупать, как это на ощупь. Очень-очень это на ощупь приятно на самом деле. И знаете, что я вам еще хочу показать? Еще я вам хочу показать, как мы делаем, какой классный, точнее, градиент получается с нашими гель-лаками. Вот то, что я палитру вам показывала. Особенно с неонами. Это прям... Так, сейчас... Катюша, дай мне, пожалуйста, вот это вот. Да, спасибо. Сейчас мы поменяем ноготь Василисы и продолжим. Я предлагаю взять градиент, сделать градиент неоновыми оттенками. Потому что сейчас как раз у нас весна-лето, когда очень-очень большой... Ну, не то, что большой спрос, а прям вот хочется людям вот этих вот ярко-неоновых оттенков. Так, я для этого возьму... 51, 62, 62, 63... Да, ладно. Сейчас покажу, какие оттенки я беру. Я возьму... Нет, не этот. Извините. Я возьму вот этот вот, фиолетовый-неоновый. Я возьму... Вот этот розовый. Я возьму вот этот оранжевый. Вот такой... Дынный, наверное, это называется скорее цвет. И возьму вот этот вот желтый. И сделаем... Сейчас я их пониже опущу. И сделаем вот такой вот градиент. Поговорились? Так, 63, 62, 68... И 66... 67... 67... Итак, самый легкий способ сделать градиент... Кто-то владеет этой техникой, девчонки? Ну, не кистью, а губкой. Местами. Да, я про кисть как раз, да. Я уточняю, да, кистью. Самый легкий способ сделать градиент кистью, девчонки, это градиент по акриловой пудре. Причем для этого можно взять кисть как волосой, как гребешок, так и, в принципе, вот такую вот обычную кисточку из художественного магазина. Разница небольшая. Почему кисточка из художественного магазина? Это я вам сейчас покажу. В первую очередь про акриловую пудру, которую мы используем. Это пудра New Life из линейки Make Up For Meals. Да, зараза, так как ты пищать еще будешь? Почему пудра New Life? Потому что эта пудра достаточно мелкого помола. Сейчас, девчонки, простите. Пудра достаточно мелкого помола, и ее не видно в дизайне. То есть она не создает никакого рельефа, что приятно. И в качестве подложки лучше брать какую-нибудь самую вот, самую мягкую базу. Например, базу GAM, базу Elastic или базу Latex, которые есть в нашей линейке. Не могу найти. Никого из них все, нашла. Я взяла базу GAM. Вот она. Эта база мягкая. То есть она в заполимеризованном виде, как резиночка, в рулончик спокойно скатывается. И разворачивается из него обратно. Никогда не делаем выравнивание перед тем, как наносим градиент. Потому что если мы сделаем выравнивание ногтевой пластины, потом сверху на нее начнем делать градиент по акриловой пудре, мы получим в финале ногти плюшки. Очень толстый. Потому что акриловая пудра, она вам дает объем. Сначала делаем градиент, и потом недостающий объем мы достраиваем с помощью топа. Вы сами, как только один раз попробуйте сделать такой градиент, вы поймете, что вам, в общем-то, топом достраивать практически ничего не нужно. Там уже все есть. Итак, опять же, предположили, что мы подготовили ноготь, так как Наташа показывала. То есть мы его запилили пилочкой, мы его обработали обезжиривателем, дегидратором, бескислотным праймером. Наносим базу тонким слоем. Я на всякий случай тонкую подложку наношу и просушиваю. А вторым слоем на подложку наношу уже акриловую пудру. Но сейчас, естественно, я этот этап пропущу, потому что у нас типс. Я нанесла базу гамм и просыпаю ее акриловой пудрой. Просыпаю и излишки просто стряхиваю в баночку и отправляю сушить в лампу. Наташа, ты щеточку куда-то... А, вот, подожди, вот, спасибо большое. Все, бабка старая слепая, ничего не вижу. Щеточка мне нужна для того, чтобы стряхивать излишки пудры, девчонки. Не надо ее оставлять, не нужна она нам. Дело в том, что акриловая пудра с гель-лаком вступают в реакцию сразу. То есть не здесь, не в лампе. То есть как только пудра смешивается с гель-лаком, там тут же начинается реакция полимеризации. Просто она, ну, не очень быстрая. Если вы возьмете ради эксперимента, смешаете акриловую пудру, ну, с любой базой и отставите в сторонку, вот, проверьте ее через часок. Посмотрите, в каком она виде. Можете очень удивиться. Итак, просохла. Излишки пудры стряхиваю. И у меня остается такая шершавенькая бархатистая поверхность, на которую я уже буду наносить оттенки моего будущего градиента. Оттенки я нанесу сначала на палитру. То есть я не буду кистью из баночки касаться вот этой вот пудровой подложки. Опять же, почему? Потому что какие-то крупинки пудры могут остаться у меня на ногте. И я эти крупинки пудры могу перенести в баночку с гель-лаком. Пудра вступит в реакцию с цветным гель-лаком. Ну, в общем-то, может получиться так, что гель-лак потом придется выкинуть. Поэтому все гель-лаки для градиента я наношу на палитру. И буду использовать их отсюда. И использовать, естественно, я их буду отдельной кисточкой. То есть не той, которая у меня во флакончике. И я их наношу друг за дружкой. Вот как я их буду наносить на ноготь, так я их на палитру и наношу. Цвета, вот я просто сама в камеру заглядываю. В камере они, конечно же, не настолько яркие, насколько они в жизни. Потом можете поближе подойти на них живьем, посмотреть. Вам понравится. Это однофазники, да? Да, это однофазники. Скажите, а как это снимать? Так же, как и обычный. Ну, мы обычно все спиливаем фрезой. Ну, вы вот обычным гель-лаком... Ой, господи, это, боже мой, не закрыла. Когда вы работаете обычным гель-лаком... Это цвет просто. Это цветной гель-лак. А, я думала, она... Не-не-не, это не база. Это именно гель-лак, который мы наносим в один слой. А цветную базу мы снимаем просто до прозрачной подложки. Вот то, что я до этого на ногте делала. Это гель-лак, вот эти, вот на пальцем. Там же однофазники. Да. Там же базу не наносишь, сразу же ее наносишь. Наносится. Наносится. И так, смотрите. Я беру вот кисточку, которую я вам до этого показывала. После каждого цвета я кисточку буду вытирать, чтобы не испачкать следующую, ну, скажем так, полосочку цвета. И кисточкой начинаю наносить на ноготь. Не довожу до кутикулы. До кутикулы я потом доведу. Начинаю наносить слои. Так, уехала, извините. Слои сильно толстыми не наношу, потому что я же замахнулась на несколько оттенков, и мне надо их каким-то образом все уместить на ногте. Поэтому, да, каждому из оттенков оставляю место по чуть-чуть. Первый слой градиента мы обычно, ну, как бы не стараемся прям уж идеально-идеально сделать. То есть здесь мы чаще всего намечаем переходы. Здесь я буду, скорее всего, в два слоя градиент делать для того, чтобы у меня именно плавный переход был из цвета в цвет. Я беру ту же самую кисточку, которую я наносила сейчас цвета, просто я ее протекла и немножко расплющила, чтобы она чуть более плоская стала. И начинаю потихонечку растушевывать цвета между собой. По акриловой пудре они очень-очень легко смешиваются. Без каких-либо проблем. Излишки гель-лака с кисточки я снимаю об салфетку. Я из камеры не ушла? А то я могу. Все, что я не докрасила до пазух и до кутикул, я в самом конце, перед тем, как убирать ноготь в лампу, там я доведу цвет. Я смешала сейчас между собой цвета. И пройдусь сейчас еще разочек для того, чтобы, ну, просто переходы более такими гладкими сделать. Слой у меня цветного гель-лака, вот то, что сейчас я растушевываю, достаточно тонкий. То есть у меня не будет никаких проблем с полимеризацией из-за того, что слой слишком толстый я нанесла. Как это бывает иногда, когда мы делаем градиент по-мокрому без пудры. Там у нас бывает так, что получается излишек цвета, который не просыхает. И, в общем, печально все. Результат печальный. Так, возьму кистью для тонких линий. А, тут она у меня есть, ну ладно. И этой кистью для тонких линий я немножко докрашу до кутикулы. И до пазух. И после этого спокойненько просто уберу в лампу сушиться. Вот у меня первый слой нанесен. Вторым слоем уже будет более такой... Я забыла. Я сейчас забыла сделать то, что я обычно забываю. Нужно было его еще раз пудрой просыпать. Попалась. Нет, ну просто второй слой я прокрашиваю без пудры. Просто в технике по-мокрому. А второй слой тоже, да, надо? Я обычно, да, делаю градиент, второй слой. То есть, по большому счету, техника нанесения градиента по влажному и по пудре, они мало чем друг от друга отличаются технически. Кроме наличия пудры. Вот я всегда после первого слоя, ну не всегда, конечно, но частенько после первого слоя я забываю просыпать пудрой, да. И потом просто второй слой прокрашиваю, ну как есть. То же самое, я наношу те же цвета теми же, в том же порядке. И тоже не толсто. Потому что, во-первых, если я их нанесу толсто, то это мне никак не поможет их гладко смешать, а только даст какие-нибудь дополнительные проблемы в виде того, что они растекутся или то, что они у меня потом не просохнут. Вот, в общем, будет очень неприятно. Поэтому все оттенки я наношу не толсто. Вот. Градиент вот такой, девчонки, не обязательно делать на всех ногтях. Его можно сделать, например, на парочке ногтей. Ну, может, не на парочке, на четырех ногтях, и остальные ногти просто в тех же цветах, например, покрыть. Ну, то есть, например, один ноготь вот таким салатово-желтым, один ноготь розовым, один ноготь фиолетовым, и четыре ногтя градиентом сделать. Так получится быстрее. Можно, конечно, заморочиться и все десять сделать вот таким градиентом. Тогда просто все подружки вашей клиентки, у которой будут такие ногти, застрелятся от зависти. Так тоже может быть. Смотрите, даже без акриловой пудры они достаточно хорошо друг с другом растушевываются. И двух слоев более чем достаточно. В камеру там видно, что я делаю-то вообще. То мало ли, все уже устали. А я тут сижу, развлекаюсь, рисую. Людей задерживаю. Это хорошо. Заходите почаще. А градиент еще сейчас, девчонки, покроем с вами топом с эффектами. Очень... Так, ушло, да? Угу, спасибо. И последние вот два слоя между собой тоже растушевываю. Если нужно, то беру кисточку для тонких линий. Ну, где-то тут до пазухи, да, это вот дорисовываю. Где-то докрашиваю. Где-то мне докрасила. Ну, и вот убираем сушиться в лампу. Потом вживую подходите, посмотрите вживую. Оно не так выглядит, как оно выглядит в камеру. Я уже посмотрела совсем по-другому. Вот. А про топ с эффектами. Топ есть... У нас есть топ с крапушками такой. Я даже не знаю, как это по-правильному называется. Как у нас топ? Ну, в общем, да, что-то, что-то такое на перепелиное яйцо похоже. И вот он еще и в сочетании с матовым топом и с градиентом это вот прям просто какой-то бомбический эффект получается. Поэтому давайте его и сделаем. Уже всех удивлять, так удивлять. Сейчас я его специально нашла заранее. Отложила. Топ называется Glace. Так. Где он тут написан-то? А, вот написано. Glace. И он специально сделан с липким слоем. Вот. Видно, не видно эти черные крапушки. Вот они. Он специально сделан с липким слоем для того, чтобы мастер мог выбрать то ли глянцевым эффект оставить, то ли матовым. Соответственно, когда у нас топ с липким слоем, то его легче перекрыть сверху чем-нибудь еще. Количество вот этих вот крапушек мы тоже можем контролировать. То есть мы их можем поменьше, побольше. поменьше. Я вот сейчас как раз, да, какое-то количество вот этих крапушек утаскиваю обратно во флакончик. То есть мне вот сейчас хочется их не очень много. Иногда, ну, там, в каком-нибудь дизайне их нужно побольше. Тогда, ну, выковырим побольше, да. Можно их распределить как-нибудь, там, более равномерно или менее равномерно по ногтю. То есть, ну, кому как нравится, кому как нравится, да. Весь вот скончик еще уберу. И все, отправляемся сушиться. Сверху каким топом покроем? Матовым или глянцевым? Боговорились. Сейчас покроем матовым. Так. Вот он. И к вот этому, вот, кстати, варианту, к градиенту. Есть еще вариант по-быстренькому. Вот когда уже все, ты тут нарисовала четыре градиента, устала, как собака. Надо, в общем, остальные-то шесть ногтей еще как-то сделать. И хочется так, чтобы быстренько. И вот уже идите отсюда, вот денежку положите и уходите. Если не устали, покажу еще этот вариант. Нет, покажите. Сейчас покажу. Так, матовым топом, прям вот без, там, без какого-либо снятия липкого слоя, без каких-то, там, заморочек в виде забафить, там, и перекрыть. И прям вот так вот сверху матовым топом вельвитекс перекрываем и убираем ноготь сушить в лампу. Так, я тут об лампу немножко его свезла, поэтому дубль два. Все, убираем сушить его в лампу. И вариант покажу, который, когда сильно устал. Эти же самые цвета у меня на палитре есть, поэтому их же и используем. в качестве фона можем взять любой камуфлирующий, ну, любую камуфлирующую базу, любой камуфлирующий гель. Ну, то есть, например, если мы, в принципе, делали коррекцию каким-то камуфлирующим гелем, то это у нас фоном и будет. Так. Можем считать, что, как бы, вот у нас камуфлирующий гель у нас уже здесь есть. Или я покрою просто, ну, просто прозрачной базой и будем считать, что фоном у нас выступает молочный гель. Покрываем, ой, убираем в лампу сушиться. Достаем пока градиент. Любуемся, ой, любуемся на него. Вот такой вот он. получается красивый. И берем опять палитру с нашими цветами, штамп для стемпинга. и какую-нибудь прозрачную базу. Вот так вот ставлю капельки прозрачной базы на палитру. Так, поставила. А потом кисточкой, которой я делала градиент, хаотично ставлю капли между вот этой вот прозрачной базой. Ну вот. Базы будет мало, я добавлю, значит. Так. Оставила. Вот он, ноготь. Беру штампом для стемпинга, прям вот в эти капли окунаю его и немножко вот так вот поснимаю лишнего. Ставлю капли штампом для стемпинга. Ну вот сейчас у меня фиолетового почему-то сюда не капнулось, поэтому я его кисточкой вот так добавлю. Чуть-чуть. Могу еще вот сюда добавить чуть-чуть. И убираю сушитель в лампу. После этого я просто перекрою топом и все. Это дизайн из реальной жизни. У меня на полном серьезе в реальной жизни было, что я сидела, делала этот градиент, на четвертом ногте устала, а остальные шесть делала вот так. Все были счастливы. Больше всего была счастлива я, вот, а на втором месте уже был клиент. Поэтому для весны и лета это как раз, наверное, было по весне. Наверное, год или два назад. Поэтому по весне и по лету сочетание вот этих вот цветов из неоновой коллекции и вот этот вот вариант, он прям беспроигрышный. Можем его точно так же перекрыть топом с крапушками и матовым топом сверху. Я-то глянцевым перекрывала, поэтому мне интересно, что за эффект получится. С цветами экспериментировать можно, конечно, бесконечно, потому что, опять же, есть коллекция зефирки, которую я вам тоже показывала. Там тоже очень яркие летние цвета, но они поспокойнее, чем неоны. То есть они уже такие вот для таких девочек-девочек, вот что-то такое романтичное, может быть. То есть неоны – это что-то яркое, смелое, а зефирки – это уже более такое романтичное. Но тоже при этом они очень яркие, они очень хорошо между собой смешиваются в градиенте. То есть их тоже, ну, как бы можно вот такие вот многослойные градиенты из них себе придумывать и делать. Ну, и в качестве просто покрыть ногти, это вот для любителей, клиентов, для наших однотончик. Ой, не только вот одним тоном покрыть. Вот на лето, на весну это просто лучший вариант, потому что, ну, из них всегда найдется, что выбрать. Потому что девчонки у нас все разные, вкусы у всех разные. Там одна любит такие оттенки, другая – сякие оттенки. Плюс, ну, опять же, не будем забывать про вот это вот по цветотипам. Кому-то идут одни холодные оттенки, кому-то идут теплые оттенки. Вот эти вот коллекции, что зефирки, что неоны. Среди этих цветов любой человек, любая наша клиентка подберет себе какие-то любимые цвета. Вот. Ну, и плюс цена. Они и так-то, не сказать, чтобы сильно дорогие были, а сегодня еще и 20% на них на все скидка. Вот. Я сейчас пока не убираю в лампу. Вот так они рядышком смотрятся. Согласитесь, очень даже такое прикольное сочетание. Градиент, конечно, не самый быстрый дизайн, но зато эффектный. Вот. Который, который из серии для ленивых, ну, так а для ленивых на самом деле вообще самая лучшая техника дизайна это тяп-ляп. Потому что дизайны в этой технике просто не могут не получиться. Там всегда, вот, что бы ни получилось, всегда можно сказать, что я художник, я так вижу, никто тебе ничего на это не ответит. Потому что ну, так и есть. Вот. Ну, должна же я была что-нибудь показать такой серии потяжелее и полегче. Ну, вот. Первый самый, который с цветными базами, это тоже варианты серии тяп-ляп. Девчонки, прям, правда. Это делается очень быстро и, ну, прям очень легко. То есть, вот такой вот ноготь, где он тут? Это я его сняла. Вот такие вот ногти, они реально делаются быстрее, чем мы просто сделаем маникюр с выравниванием и покрытием с однотоном. Здесь все вместе с дизайном, даже сфотографировать, наверное. Смотрите, с матовым покрытием тоже такой очень интересный эффект получается. Вот. Ну что, не буду вас больше мучить. А, маникюрс, маникюрс, маникюрс. Спасибо.